Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Мероприятие, посвященное армянскому наследию, шестой летний университет. Азербайджан продемонстрировал очередное проявление цинизма, представив гимн Еревана фонд Геар. 26 заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Вопросы о насильственно перемещенных граждан из Арцаха в центре внимания парламентариев. Сыны Западной Армении Аршин Горки. Серебряные памятные монеты Шарля Знавура и Ереванда Кочара. Первый экземпляр – печатный Библии на армянском языке. Армянская семья из Франции отдала в дар Матендарану. Национальный совет Западной Армении организует шестой летний университет, посвященный сохранению и развитию армянского наследия. Мероприятие состоится 8 сентября в армянской церкви Нортердам-де-Нарек в Лионе, улица доктора Долари-7. Главная тема летнего университета – защита армянских интересов в Организации Объединенных Наций. Цель мероприятия – обсудить международную защиту армянских вопросов и укрепить голос армянских общин на международных площадках. Мероприятие начнется с торжественной церемонии открытия, где выступят президент Национального совета Армянак Абрамян и президент Республики Западной Армении Лития Маркусян, заместитель Министерства иностранных дел Республики Западной Армении Вартан Симонян, посол Республики Западной Армении в Аргентине Гильермо Караманян. Докладчики в своих выступлениях коснутся вызовов и успехов в защите прав армянского народа. Западная Армения более века, лишенная своей земли, школ и университетов, имеет право обучать свое население в условиях изгнания и угнетения, сохраняя свои традиции, наследия и права. Гостям будет предложен фуржет и освежающие напитки. Событие вновь подчеркнет важность защиты наследия и прав народа Западной Армении. Более века армяне лишены своей земли, школ и университетов, но их стремление сохранять и развивать свои традиции и культуру остается непоколебимым. Вход свободный. Все желающие могут принять участие в столь важном событии, направленном на повышение международной видимости армянских вопросов и объединения армянских общин. Научно-аналитический фонд Герард осуждает и считает недопустимым создание и распространение азербайджанского или турецкого гимна о столице Восточной Армении в Ереване. Амбиции режима Алиева в отношении территории Восточной Армении продолжают расти. На днях по их ложному определению был опубликован государственный гимн Турецкой Республики Ереван, содержание которого заключается в освобождении и возвращении Еревана. Автор гимна – народный артист Азербайджана, композитор Джаваншир Гулиев, который, как он сам отмечает, является фаворитом Ильхама Алиева и поддержал его на последних президентских выборах. Заказ гимна Гулиев получил еще в 2021 году. Примечательно, что здание Государственного академического театра оперы и балета Азербайджана, где прозвучало данное произведение, было спроектировано армянским архитектором Николаем Баевым и ранее принадлежало братьям Майлян. Научно-аналитический фонд Герард осуждает политику Азербайджана в отношении Республики Восточной Армении. 12 августа состоялось 26-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. Вступительную речу выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркусян, поздравив участников заседания с надлежащей организацией мероприятий, приуроченных в 104-й годовщине Северского пакта. Заседание продолжил президент Национального совета Республики Западной Армении Армейнак Абрамян, рассказал о ежегодном мероприятии, организуемом армянским клубом Ривьера Франции, подчеркнув важность и символическое значение символа хачкара. Лития Маркусян выразила благодарность касательно культурных мероприятий, подчеркнув важность распространения культурных ценностей. Президент Армейнак Абрамян еще раз напомнил о летнем университете, который состоится 8 сентября. Мероприятия направлены для поддержки армян Республики Западной Армении. Армейнак Абрамян представил важность Ордена Коммитаса. Постоянная комиссия Национального собрания Республики Восточной Армении по вопросам труда и социальной политики широка и разнообразна. Проблем и задач много, поэтому в течение прошедшей сессии потребовалась эффективная работа комиссии. В центре внимания комиссии были вопросы занятости и профессиональной ориентации работников и работодателей. Лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей также вынуждены перемещены граждан из Арцаха. Подводя итоги работы за прошедшую сессию, председатель комиссии Эркинас Тигранян подчеркнула важность сотрудничества между законодательной и исполнительной властями, что позволит устранить существующие в практике проблемы. Сыны Западной Армении Аршил Горки. Великий американский художник XX века Аршил Горки был ярким представителем сюрреализма и одним из основоположников абстрактного экспрессионизма. На сегодняшний день он является одним из величайших художников Америки XX века. Ашил Горки, урожденный властаник Манук Аддойян, родился в Западной Армении. Год его рождения точно неизвестен. Однако установлено, что он родился между 1902 и 1904 годами. В юношеские годы Аддойян стал свидетелем геноцида, вследствие которого от голода умерла его мать. Лишившиеся родителей, властаник переехал в Соединенные Штаты и взял себе новое имя в знак начала нового этапа жизни. Однако страшные воспоминания юных лет преследовали его в течение всей жизни, во многом определяя его искусство. После поступления в школу искусств Горки стал известным. Его работы стали появляться на многочисленных выставках. Несмотря на сильное влияние Пабло Пикассо и Поля Сезанна, вскоре Горки сформировал индивидуальный стиль, впоследствии обеспечивший ему место среди лучших художников своего времени. Нью-Йорк, где он в последние годы жил, стал центром американского и мирового искусства. Именно здесь Горки общался с голландским художником Велемом де Кунигом, а Джексоном Поллоком подчас вступал в жесткую полемику. 15 августа 2024 года Центральный Бак Восточной Армении вводит в обращение серебряные памятные монеты, посвященные столетию со дня рождения Шарля Азнавура и 125-летию со дня рождения Ерванда Кочара. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. На версии памятной монеты, посвященной французско-армянскому певцу и композитору Шарлю Азнавуру, изображена медаль Ордена Родины, присужденная Азнавуру, на фоне символа вечности. На обратной стороне изображен портрет Шарля Азнавуру, также на фоне символа вечности и объединенные флаги Армении и Франции. Автор эскизов Арутюн Самвелян. Монета от Чеканина на монетном дворе Почше. Номинальная стоимость серебряной монеты составляет 1000 драмов. Ее вес 33,6, диаметр 40 мм. Монета от Чеканина тиражом 1000 штук. На версии памятной монеты, посвященной великому армянскому художнику-скульптору-основателю пространственной живописи Ерванда Кочара, изображена его картина «Портрет Мелине» и пространственная живопись Эребуни Еребан. На обратной стороне изображен портрет Кочара. Фрагмент картины «Суровые войны» и скульптура «Меланхолия». Автор эскизов Карен Меликян. Монета от Чеканина на монетном дворе Польши. Памятная монета от Чеканина тиражом 500 штук. Франко-армянская семья Сафарян подарила музею Мотендаран экземпляр первой печатной Библии на армянском языке. Книга принадлежала прадеду-дарителей, военному священнику Айнтапа Акопу Бояджану. Предки Сафарян, спасенные от геноцида, передавали Библию Воскана из поколения в поколение. Этот драгоценный экземпляр теперь находится в Мате-на-Даране. В архиве Матендарана хранится фотография священника Акопа, участвовавшего в обороне города Айнтап в 1920 году с мечом и оружием в руках. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok